Это программа Говорит Губерния. Наш телефон 456645. Если у вас есть что сказать по поводу вторых смен в школах, звоните. Мы эту тему уже обсуждали, вызвало бурное обсуждение. Многие звонили, многие посчитали, что вторые смены это хорошее. Ну как многие, не многие, но я среди них. И я тоже. Мне очень нравилось учиться во вторую смену, потому что я высыпался, вечером, собственно, ложился спать, во сколько мне было удобно. Утром делал уроки и ходил в школу. В общем, мы разделились именно поэтому. Мы позвали в студию эксперта в лице министра образования Хабаровского окрая. У нас в гостях Алла Кузнецова. Алла Геннадьевна, здравствуйте. Прежде всего, выясним, вторые смены в школах это действительно плохо или хорошо? Потому что я с Егором согласен, я года два учился во вторую смену. Мне, в принципе, было комфортно. А я больше скажу, вот именно в этот год я учился лучше всего за всю школу. Вот, правда, у меня оценки были самые лучшие. Мне было удобно. Плохо и хорошо всегда с какой-то точки зрения. Для меня, как для учителя, это был страшный сон. Шестой урок в шестом классе во вторую смену. Все работать невозможно. Поэтому с точки зрения родителей, особенно малышей, как проводить, насколько вовремя уйдет ребенок и так далее. То есть, конечно, не особенно хорошо вторая смена. И усвоение активной часы, это все-таки утренние часы. Ну и в целом успеваемость снижается или повышается? Вот и гора повышалась. У меня, я вспомню, скорее снизилась. Я тогда троек нахватал. Вторая смена, точнее так, не могут обучаться во вторую смену первые классы, пятые классы, девятые, одиннадцатые и школы, которые работают по углубленным программам, по углубленным программам и лицеи гимназии. То есть, получается, что учиться во вторую смену могут самые интересные с педагогической точки зрения классы. Это шестой, седьмой, восьмой, то есть самые непростые. И понимаете, что даже до обеда удержать внимание этих шустрых подростков непросто. Что такое после обеда с ними работать? Конечно, это тяжело. А вообще много у нас учатся детей во вторую смену? Во вторую смену у нас, вот если говорить по краю, то немного. Это всего восемь с половиной процентов. Не уверена, что мы в этом году удержим эту цифру, потому что мы опять переросли почти на четыре тысячи детишек, а это значит почти 160 классов новых у нас появилось. Поэтому вот сейчас усядемся, все посчитаемся к концу сентября, будем понимать, удержали мы этот процент или нет. Но он самый лучший с точки зрения дальневосточных территорий. Да, то есть в других регионах еще хуже? Да, и там даже есть третья смена, у нас третья смена нет. А третья смена это во сколько? Ну вот так двигают смены, и Забайкалье, например. В шесть вечера? Есть третья смена, да. Ну не в шесть, они там начинают в четыре. Я вспомнил, когда-то в нашей школе была третья смена, но по-моему там какие-то вечеринки. В Хабаровске, наверное, не было. Но это было еще восьмидесятых годах. Это, наверное, были вечерние смены, вечерняя школа, да. А у нас обычные школы никогда не учились в третью смену. Но в Хабаровске самая тяжелая, конечно, ситуация. Здесь почти семь тысяч детей учатся во вторую смену. Ну, то есть необходимо строить новые школы, открывать классы, или как раз-таки вот сейчас снижение же рождаемости идет утверждать уже естественных причин, когда, ну, не понадобится второй смены. Все вкупе? Все вкупе, наверное. Мы понимаем, что у нас есть еще решение, помимо того, чтобы просто строить школы, вы правильно сказали, дальше идет демографический спад большой, и школы будут пустовать. Поэтому нужно решать не только за счет строительства, но и за счет оптимального решения использования помещений, и не только общеобразовательных школ. Вы сказали 8% в целом детей. 8,5%. Но их родители очень активны в социальных сетях и часто пишут нам в комментариях, да нет? Пишут в комментариях о том, что чем раньше встаешь, тем больше успеваешь. Светлана, к примеру, категорически за первую смену. Наталья еще говорит, сделайте пятидневку. Самое лучшее решение будет. Большинство школ на Западе учатся и все прекрасно успевают. А в Хабаровске дети учатся по 6 дней в неделю, а свой единственный выходной они тратят, конечно же, на то, чтобы сделать потом задание на всю следующую неделю. Конечно, нужно отменять вторую смену, пишет еще одна Наталья, и еще и снизить количество домашних заданий, потому что зрительные нагрузки очень большие. А по субботам учиться, это опять же пишут большое издевательство над детьми. Многие взрослые работают на пятидневке, а дети совсем не отдыхают, и от этого считают болезни с раннего возраста. У нас есть телефонный звонок. Наталья Николаевна, если не ошибаюсь, здравствуйте. Да, 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 я слушаю вас. Мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Я директор школы искусств Хабаровского муниципального района. Наша администрация школы находится в Селине Красовка, в которой находятся две муниципальные школы, номер один и номер два. Нам крайне сложно всегда работать с детками по той простой причине, что вместо двух смен, первой и второй, у нас еще есть третья смена, которая начинается часов в одиннадцать и заканчивается часа в два. И это у нас постоянно и регулярно, и поэтому, когда я сейчас услышала, что у нас нет третьих смен, я была крайне удивлена. Может быть, в Хабаровске их нет, но в Хабаровском сельском это есть. И учиться этим детям, бедным и несчастным, им вообще очень неудобно. Потому что у них уроки могут начинаться в одиннадцать, могут начинаться в пятнадцать минут двенадцатого и заканчиваться не поймешь как. Ой, простите, можно я уточню, в одиннадцать вечера? В утра, в днях. То есть есть смена до двенадцати часов, предположим, начальные классы, есть смена с часу. И есть между этими сменами, смена, так называемая третья, между. Как вот эти дети вообще умудряются ходить в кружки, отдыхать, встречаться с родителями, вообще непонятно. Вот такая ситуация. И не первый год она у нас. На мой посторонний взгляд, мне кажется, в одиннадцать нормально. Это никакая, конечно, не третья смена. Третья смена имеется в виду, когда последователь научит от три смены. На это вот как раз есть та самая история, которая связана с эффективным использованием образовательных пространств. Вот, но... А это эффективно использует? Ну, когда они пустуют. Класс не пустует. Класс не пустует. Один ушел, причем, если последний урок физкультуры, класс ушел на физкультуру, в это время заходят дети следующей смены. Такое у нас бывает. Ну, чаще всего это именно в школах Хабаровска, потому что они так переполнены интенсивно, что Некрасовская школа, я не знала, но это никакая не третья смена. Ну да, 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 а то меня напугали. Одиннадцать вечера, думаю, ну что-то вот чем. Нет, ночная смена, значит, какая-то. Да. Вот. Но, тем не менее, сейчас планируется строить новые образовательные учреждения, где они откроются в ближайшее время? Мы строим сейчас очень активно город Хабаровск, работает по школе в Волочайском городке на 800 мест. Заканчивается уточнение проектно-смертной документации по школе в селе Найхин, и надеемся, если все по графику будет, то в конце этого года вернутся к ее строительству, это 300 мест. Ну и зашли с предложениями, будут еще пристройки отдельные, я их сейчас не упоминаю, потому что там не очень большое количество мест, это там село Бриакан и так далее. И зашли с предложениями, вот ждем, когда закончится конкурсный отбор на 2021-2023 годы, там мы четыре школы планируем, Мичуринская, Хабаровск, микрорайон, строитель. Не могу вспомнить, еще две, в общем, четыре школы мы еще запланировали. А на этой высотке еще одну, да? Нет, в Хабаровске только одна. Вот, районы тоже нуждаются в школах. Получается, что учатся во вторую смену в основном только в крупных городах, в сельских территориях там все спокойно. Нет, у нас есть немножечко Бикин, Верхнебуриинский райончик, да, мы в Новую РГАЛ. Есть по районам, у нас в общей сложности приличное количество, ну, понятно, больше всего, конечно, это Хабаровск, следующий Комсомольск. У нас телефонный звонок Светлана Геннадьевна, по-моему, учитель, да? Здравствуйте. Алло. Светлана Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте, нет, я не учитель, но я работаю в образовании. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, я живу в большом аэродроме. И у нас есть много профильных лицей. И? Вы знаете, когда дети пошли в школу первого сентября, особенно первоклассники, шли очень нарядные, красивые, а вокруг нашего лицея как будто бомбежка была. Ну, то есть вы не очень довольны теми подходными путями к школе, но я думаю, что это, наверное, вопрос даже скорее не к министру образованию. Я сразу скажу, что именно эту тему мы на следующей неделе обязательно обсудим, именно подходы к школе. Да, но это вопрос, конечно, не к министерству образованию. Но вы в этом случае ведь взаимодействуете с теми же городскими властями, муниципалитетами. Конечно, я думаю, что мы сейчас услышим друг друга, и обязательно эта информация будет отработана. Но все-таки давайте вернемся к второй смене. Вот несмотря на наше с Егором хорошее воспоминание о второй смене, я правильно понял, курс на то, чтобы отказаться от них, да? Да, максимально. Вообще у нас всего нужно было построить по Хабаровскому краю 34 школы и 17 пристроек. Вот мы пока только в самом начале пути, если вот так будет... Я просто хотел сказать, что, на мой взгляд, это проблема не помещений, а наличия учителей больше все-таки. Ну, теперь, конечно, еще это проблемы тесно взаимосвязаны, потому что мы знаем, что в ряде районов вторая смена у нас связана не с отсутствием помещений, а как раз с дефицитом учителей. Вот я подумал, что, ну, примерно же можно предсказать, ну, лет на 10-20 даже вперед, когда у нас будет увеличение количества учеников, а нельзя к этому приноровить выпуск учителей? То есть увеличивать или уменьшать набор в педагогических узах? И целевые направления тогда оформлять, чтобы они, ну, да, приноравливаться к этому демографической кривой. В принципе, это же, мне кажется, возможно было бы? Ну, вот теоретически возможно, конечно, да. То есть мы и места... У нас в прошлом году, например, почти на 70 мест был увеличен набор на педагогические специальности. Вопрос в том, чтобы еще и профориентацию на эти профессии идти, чтобы вести, чтобы люди ехали к нам учиться. Поэтому динамика приема, она совпадает с динамикой демографической, динамикой цифр приема. А вот динамика поступлений, к сожалению, и поступлений на специальность. Например, у нас очень не популярна специальность учителя физики, хотя очень нуждаемся мы в этой специальности. А почему? Мне кажется, самый интересный предмет. Ну, вот проблема, не хотят почему-то учиться. Сложный предмет, преподавать его сложно. Там же такие интересные штуки, вот эти вот... Я не знаю, я физику не учусь, вот история была... Ну, я гуманитарий. А что касается... Ты что, помнишь, там крутили вот это... Я забыл, как называть. Искра получалась. Ты знаешь, там неинтересно было вот в той школе, где я учился заниматься физикой, где я доучился до 9 класса, а потом пошел в другую. Ну, ладно, не суть. Я же даже забыл, вот что хотел... Да, все вспомнил. Смотрите, есть недостаток где-то в учителях, поэтому у нас есть вторая смена. А что касается молодых педагогов, когда они идут в школу, какие преференции им предоставляются, чтобы им было интересно, но где-то, может быть, с точки зрения жилья или с точки зрения финансовой какой-то мотивации пойти работать преподавателем после вуза. Да. И работает это или нет? Либо все-таки предмет, прежде всего, любимым должен быть, а потом уже материальный стимул. Ну, наверное, эти вещи должны быть совпадающими, параллельными, потому что, конечно, молодому педагогу сегодня 35% доплаты в первые три года работы. Как ладу или к зарплате? 35%? К окладу. У нас все отчитывается, у нас нет других расчетов. Ага, понятно. Конечно, к окладу. Четыре оклада при первичном поступлении на работу. Есть территории, которые вот вчера, где в Пекин очень зовут учителя английского языка, прямо в Лермонтовку, в село Лермонтовка. Прямо квартира есть, хотите одна комната, хотите двухкомнатная, приглашайте. Ну, в Лермонтовке, да. Не везде, конечно, решается жилищный вопрос по возможности, но сейчас губернатор поставил задачу, программа разрабатывается, социальное жилье для работников социальной сферы. Поэтому надеюсь, что мы в этом плане будем активнее двигаться. У нас телефонный звонок? Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. У меня вот такой вопрос. Моя внучка учится в 72-й школе. Пятая площадка. Школа полностью переполнена. По четыре класса. Рабочится в две смены. Очень тяжело, я считаю, детям. Линейка даже 1-го, 2-го сентября шла в два уровня. То, что все дети не умещаются даже на площадке перед школой. Есть какое-то решение по пятой площадке. Район очень большой, детей много, а школа одна практически. Но при этом далеко не самая густонаселенная часть города. Почему там так получилось? Да, ну деток у нас просто везде стало больше. В этом году на 2 тысячи больше первоклассников пришло. Ну и, соответственно, по всем остальным параллелям мы выпускали на тысячу больше 9-ти классников. Почти на 600 человек больше 11-ти классников. Повторяю, городу Хабаровску нужно еще 7 школ по 1000 мест. Вот в этом году сдаем одну. Если мы сыграем в конкурсах Министерства просвещения, то через 2 года мы сдадим еще одну в микрорайоне «Строитель». То есть раз в 2 года одна школа стоит порядка 1,5 миллиардов рублей. Поскольку ни один Хабаровск нуждается, мы не можем строить только в Хабаровске, поэтому по всему краю. 3-4 школы за 2 года мы можем строить. Ну вот темпы такие. А вот я вернусь к вопросу Егора. Не получится так, что когда мы построим эти школы, будет то же самое, как в 90-х годах, когда их пришлось закрывать, потому что некому было учить? Ну вот да, поэтому тут нужен баланс. Почему мы сегодня рассматриваем два направления решения проблемы. Один – строительство. Мы понимаем, что это не очень быстрый темп. Второй – это эффективное использование образовательных пространств. Даже предлагается решение, когда 10-11 классы можно выводить, если они профильные, то можно выводить в соответствующий ВУЗ, при желании ВУЗа. Ну вот, рассматриваясь. Еще один звонок. У нас есть Евгения. Нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире? Да, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Какая? Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Молодцы. Подскажите, значит, такая ситуация. В наше время, да, вот когда мы учились, уроки были по 40 минут. Сейчас 45. А вот плюс у нас, что в детей какие-то дополнительные обязательные факультативы. По три, вот допустим, в пятом классе было три урока на неделю факультатива. Плюс один еще дополнительный на выбор. Это четыре лишних часа, то есть дети занимаются еще дополнительно, ну, как художественные, музыкальные школы, спорт. А еще и шестиденька. Плюс они еще четыре часа сидят. Первая смена удлиняется, вторая смена удлиняется. На пять минут урок и факультативы не нужны абсолютно. Зачем они нужны? Как от них избавиться? Дети и так устают. У них дополнительных много занятий, которые мы, ну, как бы сами родители, их развиваем. Спасибо. А факультатива не обязательная? Это неправильно называют. Так я сейчас расскажу. Ну, во-первых, в 90-е годы был такой период инновационного бума, с одной стороны, с другой стороны, инновационного разгула. Когда можно было все, тогда вот уроки становились по 40 минут. Вообще, классическая схема 45, к ней вернулись с вступления в силу новых стандартов. И 45 минут урок – это классика, он остается. Никакой он не лишний. Самое интересное, вот я как учитель скажу, никто не обосновал теоретически 45-минутный урок, но мне всегда, когда был урок 40-минутный, мне всегда не хватало этих 5 минут на закрепление, на объяснение домашнего задания, да. Вот, а я принципиально отпускала детей на перемену по звонку, и вот это вот катастрофа была. Поэтому 45 минут – это выверено веками классика. Ну, а дети могут терять внимание, может быть, вот с этим связано. Преподаватель-то понятно. Да, вот, поэтому мы сейчас пока не будем обсуждать укорочение, сокращение времени урока. Что касается факультативов, это неправильная терминология сегодня, ну, привычная нам тем, кто учился в 90-е годы. На самом деле, это та самая внеурочная деятельность, которая есть. Она обязательная? Она в стандартах, да, это требования новых стандартов. Это завоевание, так скажем, демократии, потому что 10 часов бесплатной внеурочной деятельности, оплачиваемой государством, ребенок имеет. Ну, или покрытись в другие кружки, может быть, девайки. Индивидуальный график, да, пишет заявление и говорит, ребят, можно, я не буду принимать участие в этой работе, но при этом показывает родитель, что он обеспечивает ребенку развитие за свои деньги, не хочет за государство, имеет право за свои деньги. Ну, а если я хочу ходить в кружок рисования, это будет считаться? Внеурочная деятельность – это не дополнительное образование, это разные виды деятельности, это на общее развитие. Ну, например, что? Там есть пять, если я правильно помню, направлений, связанных с развитием. Это социальная деятельность, это общекультурное развитие, это развитие трудовых навыков, в том числе, да. В том числе. Но, как правило, это внеурочные занятия в рамках школы и во внешкольных пространствах. Это обязательно? По стандарту, да. Сегодня по стандарту это обязательно уже по девятый класс включительно. Спасибо огромное. Про образование можно говорить бесконечно, но, к сожалению, наше время подходит к концу. У нас в гостях была Алла Кузнецова, министр образования Хабаровского края.